Реакция будет сильная. Сегодня у нас есть инструменты, которые демонстрируют сильный тренд. И тут либо сильный тренд продолжится, либо будет сильный разворот на коррекцию. Поэтому реакция тоже сегодня будет сильной. И начинаем наш разговор немножко с опережающих индикаторов. И затем уже посмотрим на графики и также поймем, попытаемся понять, что нам сегодня нужно будет сделать. Начинаем с отчета по ADP. Данные были в среду. Данные, с одной стороны, хуже, чем в прошлом месяце. ADP на графике это красный цвет, столбики, нонфарм и зеленый. Но при этом, в целом, если так смотреть, 35 тысяч такую цифру показали ADP. Это в целом неплохо, потому что консенсус прогноз сегодня по нонфарм 90 тысяч. И почему такой низкий консенсус? Потому что экономисты инвестбанков, именно они составляют консенсус прогноз. То есть, есть два агентства, Рейтерс и Блумберг, они опрашивают экономистов инвестбанков на Уолл-стрит. Там около 40 банков, около 40 экономистов. 37 значений, если мне память не изменяет. Но суть не в этом. И вот они дают свои цифры по новостям. И потом все это суммируется, делится, получается среднее значение. И вот эти экономисты, они испугались урагана, который был где-то давно в Америке. Ураган Харви, который принес сильный урон экономике штата Техас. И рядом штаты, которые граничат с Техасом. Ну и вроде как подумали экономисты, что будет слабый такой у нас нон-фарм в этом месяце, в сентябре. За счет именно как раз последствий урагана. И поэтому такой вот низкий консенсус 90. ADP показывает, что будет снижение. И в целом это логично, поскольку ураган действительно оказал ущерб экономике ряда штатов. Но не такое слабое значение 135. С одной стороны, ADP вроде как нам показывает не всегда хорошие данные. И здесь, если посмотреть на график, действительно у нас не бывает такого, что прям ровно-ровно один в один они идут. Но в целом по большинству месяцев данные с начала года, с января по текущий сентябрь, у нас есть только ADP в сентябре. Но фарм будет через 12 минут. Мы видим, что в целом все равно корреляция есть. И здесь я хотелось бы отметить, что сегодня будет, скорее всего, пересмотр августовского нонфарма, который был в августе. Тогда было значение у нас по нонфарму низкое, 156 тысяч. При этом ADP в среду пересмотрел свою оценку по августу на 237 тысяч. Там тогда тоже цифра была ниже, чем 237. И здесь можно с этим согласиться, что будет пересмотр, потому что если посмотреть на нонфармы, которые в этом году у нас были, то пересмотр практически всегда в этом году был в том росте. То есть сегодня мы получаем данные за сентябрь и пересмотр уже точные данные финальные за август. А вот за август сегодня будут данные хорошие, будет пересмотр. То есть первые данные были 156, сейчас будут данные окончательные, они будут выше. Выше где-то около 200 тысяч. Это плюс с одной стороны. С другой стороны, сегодня у нас, получается, такие данные будут ниже, чем в предыдущем месяце. И с другой стороны, это минус. Будут ли совсем слабые данные сегодня? Я думаю, что нет. Почему? Потому что если посмотреть на эти индексы, индекс занятости от ASM, то ASM показывает, что у нас будут хорошие сегодня данные. То есть хорошие это лучше, чем то, что в кальдоре событий. И тут уже реакция будет какая? Если данные будут очень хорошие, допустим, там пересмотр за август 200 и текущие 150, то для доллара это будет большой плюс, а доллар сильно вырастет. Если, допустим, у нас сегодня консенсус 90 и итоговые данные будут 100-110, то, в принципе, рост доллара будет не такой большой. Поэтому скорость роста доллара будет зависеть именно от того, насколько выше будут эти данные. И вот этот индекс ASM, он показывает то, что у нас творится непосредственно в промышленности. Это линия синего цвета и в сфере услуг, это линия красного цвета. В промышленности сферы услуг они дают 90% ВВП. В Америке, то есть это самые такие две основные сферы. Основная сфера это сектор услуг. 68% ВВП. 22% приходится на промышленность. А остальное уже приходится 10% это на сельскохозяйство и государственный сектор, госслужба. Таким образом, получается, что основа это вот это и то, и промышленность, и сфера услуг. Обе линии на графике, и красная, и синяя, но в большей степени именно красная. Потому что эта сфера услуг, это основа. И мы, в принципе, видим, у нас одинаковый тренд. Сейчас данные были на этой неделе по ASM. И если они нас не обманули, и я думаю, что они нас все-таки не обманули, а правильно посчитали, то у нас получается, что зафиксирован рост занятости и по промышленности, и по сектору услуг. Таким образом, здесь получается, что можно надеяться рассчитывать на хорошие данные. Все-таки один есть нюанс, который ставит вопрос, насколько сильные сегодня будут данные. То есть, они будут выше 90 тысяч, но вот насколько они выше. Будут ли они, допустим, сегодня 130-150, или все-таки будут где-то 100-110. Вопрос остается открытый. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде ADP показалось 35, и там может быть плюс-минус. АСМ показали рост, и в принципе, 35 может. Что плохо, то, что заявки на пособие по безработице. Это вот текущий график данный за сентябрь. Здесь рост, мы видим в правой части графика, линия растет. То есть, заявки на пособие выросли. То есть, безработных стало побольше, чем было раньше в августе. И при этом, если мы посмотрим на этот график, что у нас было в августе. В августе было падение, а потом начинается рост. Таким образом, получается, здесь первый вывод, он более понятный. Данные за август, которые сегодня также будут, они будут пересмотрены в сторону роста. Это плюс. Данные по сентябрю будут лучше, чем в конце прогноза. Ну, вот остается просто, сколько они будут лучше. Если бы заявки здесь не росли, а падали, тогда можно было бы согласиться. Там 135, 150, с ADP плюс-минус. А так у нас может быть и, допустим, 100, значение 110. И это уже не совсем так. Прямо очень хорошо для американского доллара. Но то, что за август будет пересмотр, это хорошо. Поэтому реакция первая, я думаю, все равно будет на укрепление доллара. Что касается, допустим, инструментов на сегодня, то у нас, если посмотреть в целом так, на основные валютные пары, то они падают, евро-доллар, допустим, фунт-доллар, и падают они с евро с начала сентября, фунт с 20 сентября. Если смотреть, допустим, на евро-доллар как основную пару, то цикл, который есть, вот торговый цикл в теории циклического анализа, он завершается 12 октября. То есть еще примерно недельку, можно по 12 октября, это четверг будет. И здесь вот этот цикл завершается. И здесь получается, что доллар еще хочет установить низы. Если смотреть по паре евро-доллар, то нижнее по Боллинджеру у нас сейчас на дневном графике находится на отметке 1.1658. И здесь, на мой взгляд, можно ожидать сегодня или на будущей неделе в понедельник, то есть в самое ближайшее время, снижение именно этого область, тестирование этой границы. То есть, если смотреть и по технике, и по фундаменту, то у нас тренд вниз по паре евро-доллар, он уже длится почти месяц, с 8 сентября началось сильное падение евро. И здесь пока нет никаких таких дивергенций сильных, ни на 4-х часовках, ни на дневках, чтобы евро упало, точнее развернулось вверх. Поэтому здесь получается, что евро может еще падать. Сегодня была недавно переборка перепродности, а именно она была установлена в 10 часов по терминальному времени в начале европейской сессии. И RSI на новый минимум не ушел, при этом пара ушла на новый минимум. И вот сейчас дивергенция сейчас отыгрывается, и мы стоим около уровня 1.1713. И, на мой взгляд, здесь как раз можно продавать пару евро-долларов прямо сейчас с целью 1.1658. То есть, ждать снижения нижней границы по Боллинджеру на дневках в расчете на эти новости. И может ли евро упасть еще ниже? Может, если данные будут очень хорошие. Но пока, скорее всего, за август будут хорошие данные, за сентябрь такие вот, умеренно хорошие. Небольшой позитив, и, скорее всего, вот эта нижняя граница, она и будет поддержкой, где пара может отскочить вверх. По фунту здесь у нас получается, что мы падали, вошли во флэт. Это такая трендовая тоже моделька. Сейчас будет выход. Выход обычно по таким моделям происходит по тренду. Тренд у нас вниз. Фунт падает, и мы здесь стоим недалеко от нижней по Боллинджеру на дневном графике. Она у нас находится на отметке 1.3056. Сейчас котировка 3.74. И я думаю, что фунт еще сходит вниз. Здесь я думаю, что 1.3020 это будет уровень поддержки, ниже которого фунт может и не уйти, потому что 1.3030 это круглый уровень, психологический уровень. И в психологических уровнях очень часто пара стабилизируется, наблюдает скок и так далее к тому подобное. Поэтому фунт, я думаю, с текущих уровней сходит вниз на 1.3020. Доллар и иена у нас росла очень тоже сильно с 8 сентября и вошла во флэт. И во флэте она уже стоит последние 7 торговых дней. То есть тоже трендовая моделька. Мы росли, 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 вошли почти в такую горизонтальную линию. Эта модель обычно завершается тем, что дальше тренд продолжается. И как раз, наверное, сейчас он и продолжится. Сейчас важные новости, есть повод. Поэтому можно прямо сейчас купить уровень 112.95. Здесь же и проходит поддержка 112.92. И первая такая цель это 113.33, первый уровень сопротивления. Если, конечно, новости будут очень хорошие, то тогда пара дальше полетит. 113.62. То есть, если новости умеренные, 113.33, то, наверное, все будет остановка. Если очень хорошие, то 113.62. Допустим, у нас еще есть такой интересный инструмент доллар американский, доллар канадский. Здесь тоже трендовая область, очень хорошая. Тоже расъемы, тоже с 8 сентября. То есть, вот он, получается, цикл. Все, получается, валюты основные укреплялись. И 8 сентября пик такой синхронный по евро, иене, по канадцу, по другим валютам. И доллар с тех пор развернулся. И вот этот цикл сейчас продолжается. И здесь ADX также трендовый, что совпадает с техникой, точнее с фундаментом. Фундамент тоже показывает верх, техника вверх. Верхняя по Боллинджеру на дневном графике по паре доллар американский, доллар ганадский находится на отметке 1.26.25. Сейчас котировка 25.74. И я думаю, что эту верхнюю пара протестирует. Пойдет ли она дальше сильно вверх, может сходить, если уже будут новости хорошие. Но здесь есть сильный уровень сопротивления. Это максимум 31 августа. Это область вот такая вот сильная награда конфигурации 26.62. Выше этой области может пара и не сходить. Либо будет установка на 26.25, либо 26.62. Сейчас, в принципе, скоро узнаем, где у нас может быть установка. Так, по золоту. По золоту, Мурат, я думаю, будет снижение. Но, может быть, даже не сегодня туда уйдем, а вот в течение нескольких дней. Потому что уровень низко находится. Это нижний по Боллинджеру на дневном графике. 12.53.39. Сейчас котировка 12.68. Может быть, сегодня туда прям золото упадет. В принципе, может быть, только, допустим, в понедельник, вторник. Но так я смотрю вниз на ближайшие дни. По золоту там тоже еще получается по циклам несколько дней можно падать. И сейчас тогда смотрим на новости. Ну, пока начинается снижение евро, фунта, доллар-иена пошла вверх. То есть, что по золоту у нас... Золото тут-ка сюда рвануло и вверх, и вниз. Ну, вот у нас появились данные. И данные, как мы, в принципе, с вами и говорили. То есть, за август они пересмотрели хорошие. Они пересмотрели в сторону роста за снижение данных плохих. Поэтому здесь получается, что сегодня прям такого вот сильного укрепления доллара ждать не стоит. То есть... Ну, роман, смотрите, минус 33. Это плохо. Но, с другой стороны, тут сейчас в целом настроение по доллару хорошее. А почему сейчас? Вот покажу на этот график. То есть, фьючерс на стуку ФРС. Вот посмотрите, зеленые облики у нас тут. 13 декабря, 31 января. И здесь что показывает? Здесь показывает, что с вероятностью 88% 13 декабря, есть вероятность 86%, 31 января ФРС повысит ставку. И ФРС единственный, кто повышает ставку, ни ЕЦБ, ни Банк Англии, ни Банк Японии, ни Банк Канады, повышать ставку до года не будут. Поэтому настроение по доллару хорошее. И тут могут, как нам это преподнести, допустим, доллар сейчас вырастет, да, и скажут, что, ну вот, да, данные плохие, но вот в прошлом-то месяце хорошие, пересмотрели. Допустим, такие вот статьи могут появиться на Bloomberg, на Rays, там, или инвесторы, там, вроде как, не испугались таких плохих новостей. Ну, то есть, что-то в этом роде. Ну, я думаю, что вот сейчас доработают они вот эти самые нижние границы к Голлинджеру. То есть, нижние по евро и 1.3020 по фунту, 1.133 по доллар-иене вверху, по доллар-канадцу тоже вот вверху 26.25 доработают. И потом скажут, что, ну, вроде начали там трейдеры, инвесторы продавать, потому что, ну, вот испугались. Вначале вроде не испугались, а потом испугались. Ну, и плюс зарплата, да, хорошая, тоже позитив. Хорошие зарплаты – это даже больше позитив, чем минус 33, потому что минус 33 – это, понимаете, это временное такое событие. Ну, прошел ураган. В принципе, вот эти экономисты с Уолл-стрита, видимо, не зря они такой консенсус низкий оставили. Действительно было за что переживать. Ну, с другой стороны, предыдущие данные смотрели в рост. Зарплаты выросли – это хорошо для ставки ФРС и так, так, тому подобное. Поэтому тут, как бы, ну, я думаю, что вот напишут нам в таком вот формате, что вроде как инвесторы не испугались таких вот плохих данных. А если бы настроения были плохие, допустим, вот смотрите, вот этот столбик зеленый, да, фьючерс на ставку ФРС, он был бы, допустим, не 88% сейчас. Это данные на текущее время. Зеленый столбик, 6 октября, это я вот данные собрал прямо перед нашим вебинаром. И, допустим, было бы не 86, там, а 50. Тогда бы нам сказали, прям, инвесторы вообще испугались прямо вот этих данных, данные плохие там. Ну, то есть, ну, как вот сейчас, допустим, да, возле сайта могут нам описать, что вроде как данные-то плохие, а доллар-то растет. То есть, как вот это все описать. И вот, наверное, придумают что-нибудь такое. Поэтому сейчас, в принципе, я уже говорил, тут августские данные будут хорошие, сентябрьские – большой вопрос, что они могут быть хорошие. Но, поскольку настроение по доллару хорошее, цикл завершается 12 октября плюс-минус, то, в принципе, рынку наплевается на то, какие данные. Что мы сейчас, в принципе, с вами и видим. То есть, вот мы видим, что 16.69 минимум по евро-доллар, текущая часовая свечка. Так, 30.41 и вот доллар-иена почти сделала эту цель. 113.32, то есть, она прям маленько осталась. Золото, золото, Мурат, я как и говорил, то есть, нижнее по Боллинжеру – это сколько у нас? Тысяча, сейчас посмотрим на график. Тысяча, уже пониже даже стало. 1252.91, но округлим – 1253. Может быть, сегодня сделаем, может быть, только на следующей неделе, понедельник, вторник. Но по золоту до также четверга цикл на снижение. Поэтому вот когда-то вот в эти дни, пятница, понедельник, вторник, среда, золото туда снизится, покажет минимум. Я не могу сказать, когда это произойдет, потому что на рынке всегда по-разному бывает. Бывают очень сильные реакции, бывают вялые реакции. Но сейчас реакция, в принципе, должна все равно быть, потому что непосредственно зарплаты выросли и очень неплохо. Поэтому тут, как бы, в целом все неплохо. Плюс еще вот здесь, что можно отметить, очень безработица. Но не тут, как нам показывают в календарях событий, как вот основной, там, где у нас сейчас данные по сентябрю 4.2. Вроде безработица сократилась. Я смотрю не на эти данные. Смотрю на безработицу форма U6. Это такая безработица, которая включает всех безработных. И кто работает там один час, и кто работает непонятно как, там, два часа в неделю, там. То есть это вот такая более полная безработица. А уровень безработицы, который сейчас 4, вроде как хороший, он показывает только лишь тех, кто стоит на учете. Вот, получает пособие и так далее. Вроде как, если вас с учета сняли, а там через некоторое время с учета снимают, вас проводили домой, вам не платят пособие, вы не нашли работу, вы безработные, но вы не числитесь как безработные. Вот такая хитрость американская есть. А вот форма U6, она как раз учит, что если вы были безработные, вы платили пособие, потом сказали, в общем, извините, мы не можем, все, время прошло, хватит вас кормить. Вы ушли домой, вы по-прежнему безработные, без пособия, и вы как раз вот в этой форме U6 зачислены. И вот здесь эта форма U6, она сейчас показала снижение. В прошлом месяце было 8,6, причем все это было 8,6, июня, июля, и август, а сейчас 8,3. То есть получается полная безработица, она падает, соответственно, это фактор хороший тоже, и плюс зарплаты подросли, это тоже хорошо у нас получается. Поэтому здесь жирдами по ставке ФРС, они еще больше вырастут, поэтому сейчас получается в целом цикл по доллару, я думаю, так и будет продолжаться. Вот еще раз в следующей неделе, понедельник, вторник, среду, а потом уже будет коррекция. То есть я думаю, так вот, если смотреть подальше немножко туда, то я думаю, что где-то 12 плюс-минус еще будет укрепление доллара, там доллар, евро-доллар вниз, фунт доллар вниз, там доллар-иена вверх. Потом уже непосредственно где-то с 12 плюс-минус, там может 11, может 13, вот где-то так. И до почти конца октября я думаю, что доллар будет корректироваться, и соответственно евро-фунт будут вверх, доллар-иена вниз, золото вверх и так далее. Ставка в декабре, Сергей, вы совершенно правы, но вы думаете, что рынок уже сейчас июнь отыгрывает? Рынки же действуют на опережение, то есть никто не действует в самый последний момент. То есть тренды зарождаются тогда, когда их никто не ждет, когда все думают, что это и не тренд, а там небольшое движение. Поэтому рынок всегда заранее все отыгрывает, учитывает. И то, что в декабре, допустим, если сейчас ожидание на декабрь повышения, и в декабре ее поднимут, уже это не актуально. Да нет, Сергей, я не думаю, что ее отыграли, а не отыграли почему? Потому что все может резко измениться. Поэтому тут еще рано говорить, что все отыграли. Отыграли тогда уже по фьючерсу не 88%, а 96%. Вот тогда 95% и более, вот тогда уже отыграли. А так еще два месяца, еще может много что произойти интересного. Поэтому еще ничего не отыграли, и здесь все еще время есть, поэтому я думаю, что вот так вот сейчас будет происходить. То есть я думаю, что на следующей неделе только будет цикл завершаться, то есть еще вниз сходят пары основные. То есть доллар еще укрепится, а потом уже где-то 12-го плюс-минус ворот, и до примерно месяца, до 27-го октября, будет коррекция по американскому доллару. Уважаемые коллеги, завершаем наш... Другие коллеги, завершаем, molt複öm, море Kasud. Продолжение следует...